Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Юля. Сегодня я хочу с вами поговорить о моих мастхэвах весны. У нас в Москве уже наконец-то началась весна, уже ярко, уже солнечно, уже очень ясные дни, и вместе со сменой сезона меняется и макияж. Весенний макияж отличается от зимнего тем, что хочется более легких текстур, хочется жидких текстур, хочется сияния кожи и небольших, но все-таки красок. Поэтому в этом видео я вам покажу в основном декоративную косметику, но также я покажу одно, всего лишь одно уходовое средство, и в конце видео мы поговорим о весенних парфюмах. Так что, если это видео вам интересно, то продолжайте смотреть и поехали! Как я уже сказала, залог весеннего макияжа, на мой взгляд, это сияющая кожа, и этого эффекта вы, к сожалению, не добьетесь благодаря одним лишь декоративным средствам. Важно также очень хорошо увлажнить кожу, важно привести нашу кожу в здоровое состояние. Я не буду показывать вам сейчас уход, потому что об уходе мы говорили с вами во многих других видео, но все-таки одно незаменимое и очень нужное средство я хочу вам показать. Это тоник от Alien с 5% гликолевой кислоты. Я уже много раз показывала вам этот тоник в своих видео, и чем больше я им пользуюсь, тем больше я его люблю. Вот честное слово, здесь всего 110 мл, здесь приятная цена, это не тяжелый люкс, который нельзя поднять, это очень доступное всем средство, но при этом оно невероятно хорошо работает. Действительно кожа очищается, кожа становится более сияющей, очищается даже от постакне от акне, исчезает шелушение. Иными словами, этот тоник просто какой-то магический и делает все, что только можно. Как я уже сказала, действительно есть сияние, и больше того, когда я вывела этот тоник из своего ухода, примерно месяц я пользовалась другим, то моя кожа стала выглядеть хуже. Она стала менее подтянутой, она стала менее сияющей, снова вернулись воспаления, но как только я вернула его обратно в свой уход, кожа снова стала красивой. Поэтому очень советую вам это средство, не пренебрегайте уходом, не пренебрегайте кислотами, но все же весной с ними стоит быть очень и очень аккуратной. Среди праймеров я, конечно же, очень хочу выделить вот такой вот от Organic Kitchen с Еленой Богданович. Это крайне хороший праймер, я не сразу его полюбила, в первое время, наоборот, я его не поняла, но потом распробовала. Это сияющий праймер, у него есть маленькая-маленькая капелька увлажнения, но это ни в коем случае не увлажняющее средство, это именно праймер. Он хорошо смотрится поверх просто голой кожи, когда вы не наносите макияж, но самое лучшее, самое красивое его действие, это когда вы наносите его перед тональной основой с естественным финишем. Вот тогда получается на коже просто красивейшая магия, и за это я этот праймер обожаю. Лично мне больше всего нравится использовать данный праймер вместе с тоном от Enough 8 пептидов. Лично мне почему-то очень нравится это сочетание, на моей коже это работает как магия, это очень красиво, это очень смежо, получается невероятно сияющий, великолепный эффект. Я буквально прохожу мимо зеркала и любуюсь на свою кожу, а кожа у меня проблемная, и я никогда не любуюсь своей кожей, чтобы вы понимали. Так что то, что творят эти два средства, это действительно что-то, на мой взгляд, уникальное. Но абсолютно в каждом видео я говорю про Enough, то, что это либо любовь, либо ненависть. И абсолютно в каждом видео находится человек, который пишет в комментариях то, что он дико разочарован средством от Enough. Поэтому будьте с ними максимально осторожны. Здесь нет никакого состояния посередине, либо любовь, либо ненависть. Но на мне это работает просто прекрасно. Кстати, мы этот тон уже пробовали в другом видео, поэтому оставлю на него обязательно ссылочку, если вы хотите послушать поподробнее. Следующий мой мастхэв на весну, это, конечно же, Estee Lauder Futurist. Про него я уже много раз говорила. Избегайте самого светлого оттенка, ни в коем случае его не берите, он неудачный. Это очень дорогой тональный крем, советую его брать исключительно на скидках, но он крайне хорошо смотрится. Он незаметен на коже совершенно, но при этом он выравнивает мои покраснения, выравнивает моё постакне и акне, он выравнивает текстуру кожи, он просто кожу заполировывает и выглядит как фотошоп. Мне очень нравится это средство, но, опять-таки, здесь есть очень большие нюансы. И, конечно же, то, что должно быть весной, как мне кажется, обязательно в моей косметичке, это Shaka Shaka Vivienne Sabo. Это очень жидкая тональная основа, она похожа на водичку, она невероятно сияющая. Это то, чего хочется весной. Лёгкой текстуры, жидкой текстуры и сияющей. Три в одном! Бинго! И при этом это ещё стоит не бешеных денег. Насколько я слышала, это аналог крема от Chanel Aqua Lumiere, поэтому, вот, если вы любите подобные средства, то берите, не задумывайтесь, это очень и очень хорошо. И следующая тональная основа, которая тоже будет у меня активно присутствовать весной, это Alien. Это тоже средство с лёгким покрытием, оно уже не жидкое, как водичка, это уже обычная кремовая консистенция. Оно не перекрывает особо воспаление, но оно очень хорошо смотрится на коже. Здесь естественный финиш, не сатиновый, не матовый. На бренд Alien у меня был отдельный обзор, там мы вместе с вами наносили этот тон на лицо, там вы можете послушать более подробный отзыв. Мне этот крем понравился, он действительно очень хороший и невероятно классно то, что это наше российское производство. Дальше давайте поговорим о тенях для глаз, потому что весной очень и очень меняется, как мне кажется, лично моё представление о макияже глаз. Весной мне хочется более лёгких теней, более полупрозрачных, и совсем чуть-чуть хочется добавить цветовых акцентов. Я убираю подальше все супер пигментированные палетки и достаю в основном Шарлотту Тилбери. Да-да, у меня это палетка Exagger Eyes, я с ней подружилась не сразу, но стабильно каждую весну у меня тянется к ней рука. Тянется почему? Во-первых, это очень лёгкие в обращении тени, они полупрозрачные, это именно лёгкая-лёгкая дымка, но при этом макияж получается, во-первых, очень быстрый, во-вторых, очень красивый, в-третьих, очень лёгкий. Здесь вы не напортачите никогда, это именно те тени, с которыми вам не нужно уметь ничего красить на глазах, оно всё само накрасится и всё само растушуется. Больше того, я подумываю прикупить себе палетку, некую фильтр для глаз, вставлю вот сюда картиночку. Если у вас есть эта палетка, напишите мне, пожалуйста, в комментариях ваши впечатления, потому что я её брать побаиваюсь, так как мне кажется, есть большая вероятность того, что она будет как один в один похожа на вот эту Exager Eyes, но всё-таки не могу перестать думать я об этой палетке, поэтому, возможно, я её всё-таки в ближайшие месяцы прикуплю. Также именно весной просыпается у меня желание использовать Tom Ford, у меня эта палетка Pretty Baby. Весной почему? Потому что, во-первых, очень красивый сиреневый оттенок, эти тени тоже очень лёгкие, они тоже полупрозрачные, это не что-то мегапигментированное весной, как я сказала, хочется лёгкости, дымки, полупрозрачности, чего-то, что ты легко там намалевал, быстренько натушевал, особо в зеркало не смотрел и побежал. И эти тени могут обеспечить именно такой эффект. Кроме того, я подумываю ещё прикупить какую-нибудь палетку, только уже в более нюдовом варианте, и если у вас есть на эту тему какие-то соображения, то вы всегда можете их написать в комментариях. Следующее, что я хочу использовать весной, это неожиданный вариант, который сильно отличается от того, что я показала до этого, это Colourpop Star Wars. Меня почему-то весной очень сильно тянет на зелёный, это, видимо, некая скука, некая тоска по зелени, которой нет у нас зимой, которой нет у нас зимой совершенно, и поэтому хочется хотя бы на глазах создать что-то зелёное, красивое, интересное. Эта палетка очень хороша по своему качеству, если вы не бешеный курс доллара, то она была бы ещё и очень бюджетной и хорошей. В целом, её цена вполне подъёмная, если она ещё есть в продаже, советую приобрести это очень хорошие по качеству зелёные тени. Обожаю всей душой. И также в продолжение зелёных мотивов есть у меня ещё два средства, которые я хочу вам показать. Во-первых, весной, как всегда, просыпается любовь к мини-палеткам от Наташи Денона. В первую очередь, это вот такая мини-ретро. На неё у меня отдельного обзора не было, потому что её уже, мне кажется, показал каждый блогер, но всё же эта палетка очень хороша по своей гамме. Мне очень нравится весной сочетание этого розового и тёмно-болотно-зелёного. Мне нравится невероятно яркий вот этот вот оттенок, но у этой палетки есть ряд недостатков, и самый большой из них — это слабая стойкость. Поэтому очень-очень аккуратно советую вам относиться к этой палетке. И что ещё я очень хочу использовать этой весной? Это, конечно же, жидкие текстуры. И в продолжение зелёной темы хочу показать однушку от Наташи Деноны в оттенке Scarab. У меня есть уже ещё и инфра-нюд, он ко мне едет, мы будем вместе распаковывать посылку с той однушкой. Но Scarab пока что для меня — это нереальная любовь. Мне очень нравится эта однушка, в особенности в сочетании с мини-голд от Наташи Денона. Я использую здесь матовый зелёный оттенок, он невероятно хорошо сочетается с этой однушкой. И эта однушка, господи, какая же она красивая! Такая она зелёная! Она так сияет, так сверкает, она так красиво смотрится на глазах, я просто умираю по этому оттенку. Я каждый раз, когда я его наношу, я не отрываюсь от зеркала. Я постоянно хожу и смотрюсь на себя во всех зеркалах, постоянно любуюсь макияжем, потому что это безумно-безумно красиво. Ну и, конечно же, в продолжение жидких текстур не могу не упомянуть жидкие тени для глаз. В первую очередь это эстрад. Вот такие вот в оттенке 86. Очень бюджетно, очень красиво. Можно наносить в качестве теней для глаз, можно наносить в качестве жидкого хайлайтера. И так, и так хорошо. Но учтите, пожалуйста, что советую только оттенок 86. Все другие оттенки мне не нравятся совершенно. И, конечно же, каждую весну просыпается новая любовь к Luxe Visage Metal Hype. Вы уже устали слышать, наверное, от меня про эти жидкие тени. Я тоже устала вам про них рассказывать, поверьте мне. Но это все еще одни из самых бюджетных, из самых хороших жидких теней. Конечно же, можно взять что-то типа Armani, но это бюджетно. И если вы ищете что-то бюджетное, то это самая лучшая для вас опция. Мягко наносится, красиво смотрится, много-много оттенков и крайне дешево стоит. И чтобы закончить тему с глазами, покажу еще несколько средств. Во-первых, это подводка от Elf. У меня это в коричневом оттенке. Каждую весну у меня просыпается желание сделать коричневые стрелки. Чтобы вы понимали, такое желание у меня есть только весной и летом. Так что именно весной и летом я достаю эту подводку. Она все еще кремовая. Она у меня находится уже полтора-два года. И она все еще кремовая. И она все еще наносится. Вы представляете? Это потрясающая подводка. Она к тому же еще и дешево стоит. Просто бинго. Кстати, я ее брала на iHerb. И если вы хотите мой список фаворитов с iHerb, то напишите внизу. Я, конечно же, составлю такое видео и сниму. И карандаши, конечно же, не стоит исключать из нашего списка. Во-первых, это ламель. Тоже очень люблю им рисовать стрелки. Сегодня тоже, в общем-то, они у меня именно этим карандашом сделаны. И, конечно же, хочется каких-то ярких цветов тоже. И здесь могу порекомендовать Эллен. У меня это оттенок зеленый и фиолетовый. Повторюсь на Эллен. У меня был отдельный обзор. Там я показывала очень-очень много этих карандашей. Я там делала и стрелку цветную этими карандашами. И на нижнее веко я наносила. И на слизистую. В общем, очень много, что можно сделать с этими карандашами. Они очень красивые. Здесь яркие пигментированные цвета. Они невероятно хорошо держатся. Но у них есть один небольшой недостаточек. Здесь внутри в составе есть блесточки. Я не люблю наносить средства с блестками на слизистую. Это мои личные тараканы. Если вы ничего не имеете против, то вот Эллен это ваше. Если же у вас тоже есть такие тараканы, как у меня, то возможно стоит посмотреть в сторону другого бренда. Либо же не наносить их на слизистую, а использовать в качестве цветового акцента. Среди средств для бровей выделю в первую очередь вот такой вот воск от Анастасии Беверли Хиллз. Мы с вами пробовали его в одном видео. Это средство очень специфическое. Эффект ламинированных бровей любит далеко не каждый. Но я такой эффект люблю круглый год, не только весной, поэтому для меня это must have. Сегодня у меня тоже брови оформлены отчасти с этим воском, и я его просто обожаю. Да, с ним очень много мороки. Нужно протирать крышечку, нужно иметь отдельную кисть, плюс дольше все-таки оформление бровей, нежели использовать просто карандаш или маркер. Но, на мой взгляд, эффект того стоит. Что именно нужно весной, как мне кажется, иметь, так это хороший оттеночный гель для бровей. Я не всегда весной хочу заполнять брови карандашом, но так как у меня очень пляшивые бровки, которые нельзя просто не оформить цветом, иначе это будет смотреться плохо, то в таких случаях меня спасает вот такой вот гель от Luxe Visage. Он очень пигментированный, он хорошо заполняет брови цветом, при этом смотрится невероятно натурально и естественно, и при этом макияж бровей занимает буквально секунд 30, серьезно. И вот это как раз-таки тот момент, когда вам нужно накраситься и бежать. Очень быстро, очень красиво, очень естественно. Единственный минус, оно нифига не фиксирует. Это именно оттеночный гель для бровей. Фиксация это про другие гели, про которые мы уже сотни раз с вами говорили, это именно цветовая история. Закончили, пожалуй, с глазами, с бровями, теперь давайте снова возвращаться к лицу. И начиная тему бронзеров и скульпторов, не могу не начать, конечно же, с жидких текстур. В каждой вообще из этих категорий будет сначала жидкая текстура, поэтому приготовьтесь. В первую очередь это Hollywood Contour Wand on Charlotte Tilbury. Каждую весну, лето у меня просыпается желание использовать эти самые жидкие текстуры. Это очень хороший контуринг. Он мягкий, он нежно тушуется, он совершенно не залипает, не образует пятна. Просто идеальное средство. И все остальные средства в качестве бронзеров и скульпторов у меня тоже Charlotte Tilbury. Уж простите меня, пожалуйста. Среди бронзеров это вот такой вот огроменный бронзер. Люблю его круглый год. На самом деле не только весной, но весной и летом, конечно же, больше всего тянет на использование непосредственно бронзера. Потому что уже выглядывает солнышко, уже хочется забронзоваться, хочется быть такой бронзовой богиней. Хочется быть немножечко рыженькой. Хочется сделать вид, что ты когда-то все-таки загорала. В общем, очень хороший бронзер. Легко тушуется, быстро-быстро наносится. Просто тяп-ляп и готова, и ты уже бронзовая богиня. За это его и люблю. И контуринг. Это, конечно же, неизменный фаворит. Это Charlotte Tilbury двушка. Хайлайтер здесь никакой. Он мне не нравится совершенно. Но зато контуринг здесь просто потрясающий. Очень нежный цвет. Он не рыжий, он не серый. Он идеально подходит в качестве тени. Он невероятно легко тушуется. И он совершенно незаметен на коже. Вот вообще его не видно, что что-то нанесено. Если вы хотите что-то нереально легкое, то вот это средство для вас. Румяна. Среди румян тоже начнем сначала с жидкой опции. Во-первых, это вот такой вот стик от Evelyn. Это отнюдь не идеальное средство. Опять-таки, любовь к нему просыпается у меня исключительно весной и летом. Из недостатков. Очень химозный запах. Вот прямо-таки очень противный. А также это средство не очень стойкое. Это второй минус. Во всем остальном просто шикарно. Очень дешево стоит. Очень красивый ягодный цвет. Очень легко тушуется и очень красиво смотрится. И вторая жидкая текстура. Это, конечно же, Alien. Эти румяна могут немного приподнимать тон. Могут немного разрушать покрытие. Но это происходит не часто. И, кроме того, эти румяна еще и очень экономно расходуются при нанесении кистью. И также, конечно же, сухие румяна. Это Milani Luminosa. Каждую весну, каждое лето это мой фаворит. Потому что хочется вот этого персикового сияния. Зимой у меня такой любви нет. И второе, что хочу вам показать, это очень спорное средство. И это Наташа Денона Блом. Это румяна Slash Highlighter. Это очень-очень яркие ягодные румяна. Они очень пигментированные, очень яркие, очень сияющие. Но весной, как ни странно, это самое то. Я наношу очень пушистой кисточкой от Real Techniques, чтобы не наносить очень пигментированно и не сделать из себя морфушу. Но получается такой красивый ягодный, сверкающий оттенок. Получается такое красивое сияние на щечках, что я просто не могу не показать вам это средство. Они, конечно же, могут подчеркнуть текстуру кожи. Поэтому очень важно выровнять сначала текстуру правильно тоном. Но во всем остальном, ну очень красиво и ну очень сияюще. И хайлайтеры. Я уже устала вам рассказывать про свои два любимых жидких хайлайтера. Это Becca Apal. Очень деликатное, очень красивое, нежное сияние. И многие сейчас показывают от Charlotte Hollywood Flawless Filter. Очень многие неожиданно его начали хвалить. Лично я никогда не любила это средство, потому что на мне нету сияния от него, откровенно говоря. У меня, кстати, был отдельный обзор на бренд Charlotte Tilbury. Очень, кстати, старый обзор. Возможно, я его через годик-два обновлю. И, на мой взгляд, Apal лучше, чем тот Hollywood Flawless Filter. Но все же эти средства очень похожи. И если вы не хотите покупать от Charlotte, то можно поискать вот такую миниатюру. Второй жидкий хайлайтер – это Luxe Visage. Вот такой вот. Очень люблю его наносить исключительно пальчиком. Вот так вот прибивая в кожу, тогда смотрится очень и очень хорошо. И среди сухих хайлайтеров, в первую очередь, это, конечно же, Наташа Денона I Neat & Nude Glow. Это невероятно потрясающий хайлайтер. Он красивого цвета шампанского. Он не подчеркивает текстуру кожи. Он очень красиво и немного деликатно даже сияет. Просто потрясающее средство, которое, как мне кажется, актуально круглый год, не только весной. И, конечно же, многие со мной не согласятся в моем следующем выборе. И он очень необычен даже для меня. Но это Анастасия Беверли Хиллс Iced Out. Когда я его показывала, очень многие написали, что это средство совершенно не для них, потому что желтый отбрыск не всем нравится. И все блогеры, у кого я смотрела обзор на этот хайлайтер, сказали то же самое, что он красивый, он очень хорошо сияет, он качественный. Он не подчеркивает текстуру кожи, но это не для них, потому что желтый отбрыск. И я, в общем-то, тоже придерживаюсь похожего мнения, но рука почему-то весной тянется. Тянется почему? Во-первых, действительно не подчеркивается текстура кожи. Во-вторых, очень красивое сияние, оно не желтушное, не циррозное. У меня нету больного вида, когда я использую этот хайлайтер. И плюс очень-очень много блесточек, которые невероятно красиво смотрятся на солнышке. А весной мы чего хотим, конечно же, побольше солнышка и побольше сияния, поэтому рука тянется. Теперь давайте поговорим про средства для губ. Если хочется чего-то матового, то я, конечно же, буду пользоваться помадами от Эллен. У меня здесь три штуки, они все из набора нюдового. Опять-таки, я их показывала в моем обзоре бренда Эллен. Это очень хорошие матовые помады. И это, говорю я, человек, который не любит матовые помады от слова совсем. Мне все сушат, для меня они все некомфортные. Но Эллен это действительно мой фаворит, потому что это единственные помады, которые мне не сушат, которые мне комфортны. И которые я люблю. Здесь очень красивый подбор нюдовых оттенков. Он очень будет хорошо смотреться на девушках весной. Очень хочется весной именно нюдового, немного ягодного, но красивого цвета. И, как мне кажется, это очень и очень хороший выбор. И, конечно же, весной я не могу не упомянуть про блески. Очень-очень много блесков. Во-первых, это вот такие два практически аналоги друг к другу. Это Fenty Beauty и Maybelline Lifter Gloss. У меня это два разных оттенка. Один розовый, другой более карамельный. Поэтому я их использую в зависимости от того, какой оттенок я хочу взять. Очень похожи друг на друга. Практически аналоги. Очень классные. Много-много блесточек. При этом есть увлажняющие и питающие свойства. Есть увлажнение. Есть действительно уход. Поэтому очень и очень могу советовать эти блески. Просто выбирайте ту ценовую категорию, которая подходит больше вам. Либо Fenty, либо Maybelline. Другие блески, которые тоже являются аналогами друг к другу, это Wet Cherry Lime Crime и Lay Grand Volume от Vivienne Sabo. Опять-таки полные аналоги друг к другу. Поэтому просто выбирайте ту категорию, которая больше подходит вам. Дальше хочется использовать бальзамы. Бальзам у меня вот такой вот от Nars. Оргазм. Очень мягкий, нежный бальзам. Это средство хочется использовать, когда не хочется ничего особенного наносить на губы. Но все-таки хочется чуть-чуть добавить оттеночка и чуть-чуть ухода. Также хочется пользоваться чем-то вот вроде вот этого. Это у меня средство от Iconic London. Оно мне попалось в Woody Bag с Культ Бьюти. И это блеск розового цвета, но он также с ментолом. Это как раз-таки та категория блесков, которые с одной стороны все-таки пигментированы, но с другой стороны они начинают покалывать губы и как бы их увеличивать. Я особенного увеличения не чувствую. Но вот этот вот ментол, он очень хорошо заходит весной и летом, когда тепло. И ты чувствуешь дуновение ветра на своих губах, чувствуешь небольшой холодочек, и тебе становится прямо-таки хорошо. И последнее средство, которое я хочу показать, это тоже блески, тоже от бренда Alien. У меня это Corellian Ports и, по-моему, это Siberian Gold. Очень хорошие блески, совершенно не липкие, невероятно красиво смотрятся на губах. Можно наносить просто на губы, можно наносить поверх матовой помады. В любом исполнении они смотрятся очень хорошо. И последнее средство, о котором совершенно забыла рассказать вам в категории для лица, это пудра. Пудра у меня тоже от Alien. Здесь очень плохая упаковка. У Alien вообще хорошие упаковки, качественные, красивые. Но пудра и тени это плохая упаковка. Единственные два средства, которые не могу похвалить. Но средство внутри очень-очень хорошее. Это одна из немногих спрестованных пудр, которые мне нравятся. Она мотирует, она выравнивает рельеф, она фотошопит, она скрывает поры. Очень-очень хорошая пудра. Пользуюсь ею сейчас практически ежедневно. Кстати, использую я ее вместе с вот такой вот кисточкой от бренда Elf со сайта iHerb. Напоминаю то, что я могу сделать обзор моих фаворитов. Пишите об этом в комментарии. Ну и последнее, о чем я вам предлагаю поговорить, это парфюмы. Потому что весной это очень и очень важная составляющая нашего образа. И как правило, именно весной у меня возникает желание, особенное желание, пользоваться вот таким вот вариантом от L'Occitane Verbena. Это аромат цитруса. Вот такое ощущение, что ты оказался в лимонном саду, где везде пахнет лимонными. Часть из них уже кто-то надрезал. Они выделяют именно такой вот сок и запах лимонный. И вокруг также растет много-много именно пахучих травок. Вот такой здесь запах. Это мега цитрус, это мега ярко. И это ассоциация исключительно с летом. Очень люблю я этот аромат. Для тех, кто не любит цитрус, он совершенно не подойдет. Следующий аромат, который я люблю в основном весной и летом. Да на самом деле, круглый год я его люблю. Это Givenchy Life Irresistible. Вот такой вот версия у меня называется Blossom Crush. Я просто обожаю этот аромат. Я действительно его очень люблю. У меня здесь, как видите, его мало. И я его берегу. Вот спрашивается, зачем я его берегу? Если тебе так нравится этот аромат, то почему бы не пользоваться им в свое удовольствие, когда закончится, просто купить новый? Ну, если тебе так нравится. Но нет. Почему-то моя голова решила то, что нужно его беречь. Это крайне нелогично, я понимаю. Но какие-то мои тараканы. В общем, этот аромат мне нравится тем, что это цветы. Это аромат букета. Здесь запах роз и пиона. Именно розы и пион. Настолько красивое сочетание. Настолько вкусное. Это именно аромат букета цветов. Весеннего, летнего. Такого красивого, такого бодрящего и поднимающего настроения. Очень люблю этот аромат. Он очень хорошо на мне раскрывается. И, как мне кажется, он достаточно хорошо держится. И последние два аромата это Джо Малон. Первый это Ханнистакл Энд Девена. Это жимолость. Я, честно говоря, не знала, что жимолость чем-то пахнет. Но, видимо, чем-то пахнет. Для меня этот аромат, это исключительно ассоциация сладкого лета, сладкого тепла. Это именно сладость. Я даже не могу сказать, чем именно здесь пахнет. Это аромат лета, душного, теплого лета. И последний аромат это, конечно же, как вы могли догадаться, Wood Sage and Sea Salt. То есть древесный шалфей и соль. Это очень свежий аромат. Конечно же, мне хочется им пользоваться больше весной и летом. Потому что он у меня совершенно не ассоциируется с московской зимой и осенью. Это именно свежий аромат. Я не могу сказать, что я чувствую здесь шалфей или уж тем более соль. Это именно аромат некого морского бриза, некого тепла и именно свежести. Это аромат, который не хочется... Это аромат, который ты берешь, когда не хочется ни цветов, ни цитруса, ни ванили, ни мускулинности. Это именно что-то свежее и непосредственное. Но при этом должна заметить то, что все ароматы Joe Malone, они, конечно же, крайне-крайне нестойкие. И также среди ароматов я в последнее время очень сильно засматриваюсь на реплику. Я засматриваюсь на Coffee Break, на Whispers in the Library и также на Beach Walk. Beach Walk мне нравится, потому что он именно такое сочетание цитруса плюс сладости. Coffee Break мне нравится скорее своей лавандовой ноткой, но, к сожалению, в том пробнике, который у меня был, я лаванду крайне редко чувствовала. Поэтому буду очень благодарна, если вы пробовали этот аромат, и вы напишите мне свои комментарии внизу, как он вам понравился или не понравился, и какие ноты вы почувствовали от Coffee Break. И также Whispers in the Library, я даже не знаю, чем он пахнет, вот серьезно, но какой-то он просто интересный. Возможно, один из этих ароматов я себе на весну все-таки приобрету. Жду обязательно ваши мысли на эту тему в комментариях. Ну что ж, это было все, что я хотела вам показать на тему весны, своей весны. Вы можете, конечно же, написать в комментариях, если вы со мной не согласны, если вы хотите каких-то других средств и других текстур, мы всегда это можем все с вами обсудить. В конце концов, сколько людей, столько и мнений. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока!